ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Бойтесь, китайцы русских морозов. В условиях низкой температуры окружающего воздуха статическое электричество может повредить топливные трубки. Из-за этого не исключено возгорание. Именно поэтому компания «Джили» отзывает в нашей стране почти 19 тысяч кроссоверов «Атлас». Машины были реализованы дилерами из 2018 года по настоящее время. Список ВИН-кодов по традиции размещен на сайте Росстандарта. Добавлю, что цены на «Джили Атлас» сейчас начинаются от 1 миллиона 335 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН В прошлом году в России на 20% увеличилось число писем счастья водителям. Основные причины роста – увеличение числа дорожных камер и расширение их функционала, когда прибор штрафует не только за одно нарушение. Всего писем в 2020-м было более 145 миллионов. То есть, получается, теоретически каждый житель страны мог бы получить по штрафу. Подавляющее большинство взысканий было выписано за превышение скорости. На втором месте – несоблюдение требований знаков и разметки. Далее идут проезд на красный, неправильное расположение авто на проезжей части и так далее. ТРАССА СТО ОДИН Две с половиной сотни московских водителей заявили, что камеры оштрафовали их за использование смартфона за рулем ошибочно. Дескать, они не разговаривали вовсе, а держали гаджет в руке, чтобы посмотреть маршрут в навигаторе. Столичный Дептранс ответил, как отрезал устройство в данном случае. Необходимо помещать в специальный держатель. Напомню, что дорожные комплексы, распознающие разговор водителя по телефону и непристегнутый ремень, функционируют в российской столице с конца прошлого года. Вскоре они могут появиться и в других городах. ТРАССА СТО ОДИН Самым популярным японским авто в России в прошлом году стал Toyota RAV4. Спрос на кроссовер, по данным агентства Автостад, увеличился, несмотря на пандемию, на 20%. Сейчас модель стоит минимум почти 2 миллиона рублей. Второе место среди авто из страны восходящего солнца досталось Toyota Camry. Начальный ценник без малого 1 миллион 800. Nissan Qashqai, за который сейчас просят минимум 1 миллион 333 тысячи рублей, получил бронзу. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова